Осталось 5 секунд. Все вопросы относительно прохода на мейджор. Нужно просто победить Quincy Crew в одной карте, как они это делали уже в серии. Там они в серии тоже всего лишь одну карту взяли. Ну, первую. Ну, а Quincy Crew, соответственно, по-прежнему будут иметь шанс в случае поражения попасть на мейджор. Нужно будет переиграть во втором матче команда Undyne. Ну, вы и так все знаете. Тут каждый с каждым. Комментирует адекват и марталис. Давайте смотреть драфт второй карты, разбираться и какие-то перспективы команд, может быть, находить. В этой карте. Ну, в очередной раз мы с вами увидим Урсу против двух милишников на линии. Ну, в предыдущей карте, да, вот даже невзирая на то, как она закончилась, Урса там от Темадо простоял хорошо. Они убили оффлейн, это Тайтхантер, Эрспирит в Урсе вообще не мешал. То есть Урса фрифармил, купил себе БФ, когда хотел, делал, в общем, все, что хотел. Поэтому в целом выбор Урса здесь понятен, да. Видишь двух флейм-милишников, берешь Урс, метового героя, который с ними справляется. Наверное, пока ок. Да пойдет, и против Тимбера как раз и Самурса неплохо работает, и Вич Доктором с Маледиктом. Уже, в принципе, ресурсов достаточно, чтобы его убивать на протяжении всей карты. И наверняка доберется кто-то еще специально, чтобы против Тимбера работать. Эрспирит неизменный для ЕГЭ остается. Он, ну, просто хорош в руках крита, никаких вопросов нет. Ждем следующих пиков. По-прежнему я вижу, что Алхимика эти команды игнорируют. Вот они в рамках групповой стадии пикнули по разу этого Алхимика. И оба раза он победил Алхимик первой позиции. По-прежнему он доступен, но едва ли Квинсиклю его уже куда-то здесь смогут запихнуть. Я, знаешь, подумал, как-то вот уже... А, все, ладно. Какую-то телегу про Манки Кинга хотел загнать, да? Типа вот, ну, есть два милишника, почему не Манки Кинга, а Урса. Но вот он увидел Манки Кинга в первой стадии бана, и все понял. И просто все понял. ЕГЭ просто уже отхватили от этого МК. Ну, типа да, и... Окей, это просто банят Манки Кинга, оставляют Урсу. То есть против Урса они вот сыграют, только что выиграли. То есть проблем особо их не доставляет. Вот какой-то Никс появился. А, чего ради Никс, интересно? Ну, типа Тимбер ловят, да, на Нюке. Станчики дают дополнительный контроль. Просто Никс как-то 4 получается. Ну да. Никс просто ослабили. Вот он перестал давать эффект брейка. Конечно, прямо скажем, Никс никогда особый там контроль Тимбера не являлся. Именно за счет отключения пассивок, да, против Тимбера. Ну, просто как приятное дополнение, которое было, оно внезапно ушло. Поэтому Никс остался теперь. Ну, такой же прикольный в целом. Ну, бегает, разведку дает, да, там подкопы дает какие-то. Может каких-то нюкеров ловить. Вот. Ну, как-то не знаю. Пока вот не то, чтобы я прям очень порадовался выбором Никса. Именно здесь, на третий пик. Вроде ничего особо не закрывает. А позицию уже раскрывает свою, да. То есть уже будет четвертый. Тоже милишная четверка. Хм. Интересно. Мне еще показалось, что Никс, может быть, будет закрывать потенциальное появление там Шторма условного. Либо какого-то другого кастера, на котором может сыграть Абит. Но вот он берет себе, скорее всего, он берет себе Войт Спирита. Наконец-то мы увидим CNC на каком-то другом. Отобрали у Квина. Так. Проблема? Расчисляй Эмбера. Эмбера. Он тоже доступен. Он тоже, наверное, играбелен здесь. Магический урон дает. Физике уже достаточно. Против Войт Спирита стоит. Надо будет купить Юл. Не будет бояться Эр Спирита. Подожди, смотри. Вот у соперника так-то три милишника. Может, как-то от этого будем отталкиваться. Эмбер Спирит против милишников хорош. Даже не сомневался. Нет одного Спирита, берем другого. Что будет, когда обоих забанят? Тут большой вопрос. Может быть, и до этого когда-то доживем? Вообще, ни разу не удивлен. Слушай, наш многоуважаемый партнер G-Bet, что вообще говорит-то по поводу этого матча? Просто интересно. Говорит о том, что ЕГЭ-фаворит 1.85 на 1.91. Там, знаешь, цифры динамически меняются. Зрители это видят. И там только что буквально два с копейками давали на Клинс Игрю. Вот уже чуть-чуть кэф на них упал. И Алхимика расчехляет. Илджиниус, из которой может здесь занять только первую позицию. И тоже я почему-то не удивлен, что в дуэли этих команд он снова появился. Он пока не проигрывает. Они между собой играли, да? Вот мы говорили, что там с ними же, да? Сперва одна команда выиграла, потом другая. В очной встрече. Вообще, как на лейт персонажа, я больше на Урсу ставлю, наверное. Но он должен быть на слотах обязательно. Обязательно на слотах. Вот, знаешь, я как-то... То есть у меня какой-то есть такой паттерн в голове, да? Какая-то база, в которой для меня почему-то нет вопросов, что Урсу должен побеждать Алхимика. Ну вот должен и все. Я не знаю. Я от этого вообще избавиться не могу в голове. С другой стороны, я там посмотрел, послушал аналитиков, да? Они говорят, что на линии встречаешься, допустим. Ну, ты же хочешь Урса найти Алхимика на линии, допустим, да? Ну, допустим, Алхимик, если в центр пойдет, ты идешь с Урсой в мид против Алхимика. А потом возникают нюансы. Оказывается, что Урс Алхимика там особо не бьет. Потому что Алхимик ставит точку, Урса ноль армора, и Алхимик пробивает Урса, а не Урс Алхимика. По игре Алхимик фармит быстрее, чем Урса. В какой-то момент Урс, конечно, становится сильным против Алхимика, но как-то практика почему-то мне показывает. Вот мне сейчас очень интересно статистику бы посмотреть в этом патче Урса против Алхимика, где-то матчап, кто по винрейту выше. Но почему-то я все время наблюдаю, что Алхимик побеждает чаще. Ну, мне так кажется. Хотя вот в голове базис, что Урс контрит Алхимика, у меня не пропадает. Я не знаю, что с этим делать. У меня проблема. Да нет, ты все верно говоришь. Урса действительно с определенного этапа игры становится сильнее, чем Алхимик. Но тут очень важно поставить вопрос, а когда Урса станет сильным и насколько Алхимик успеет от него оторваться. Если это 10 тысяч два больших слота, это один разговор. А если Алхимик не выигрывает у Урсы два слота, то это совсем другая история. И против Алхимика нужно уметь играть. Не факт, что у Квинс и Крю много практики против Кэри Алхимика. Там никто против них не решится его брать. А если решится, то это будет просто команда слабее. А против ЕГЭ они уже этому Алхимику проигрывали. То есть ЕГЭ тоже умеет с этим Алхимиком выступать. В принципе, герои, наверное, подобраны так сейчас у Квинс и Крю, которые могут установить его темп. Это и Эмбер Спирит может где-то его скаутить, искать. И Никс, в принципе, Алхимика там где-то ловить на отсутствие ультимейта. Можно и в лесу убивать. Но это всё может делать только по-настоящему опытная команда. И оффлейнеры сейчас тоже нужно брать такого, который в мидгейме что-то из себя представляет обязательно. Потому что у Эвел Джениуса что Тимбер, что Войт Спирит, они очень сильными становятся довольно рано. Эмбер Спирит актуален всегда. А Веномансеру ничего не нужно делать, кроме как две кнопки нажать. Его нужно убивать до ультимейта. Но вот берётся Феникс. Для Лелиса. У них есть свой разный подход к тройкам? Они, видишь, они забанили там Апарейшн и так далее в последней стадии. Хотя, ну, вроде бы пятёрка уже есть. Но аппараты всё равно забанили ЕГЭ. То есть, видишь, они понимают, что Лелис может сыграть какой-то неординарной тройке, которую Алхимика закроет. И про Феникса почему-то забыли. А Феникс ведь в процентном соотношении луч даёт издалека. Та потенциально собирает Весл. То есть, вот против Тимбера и против Алхимика. Феникс же вообще один из лучших героев. И Супернову никто не бьёт. Я просто подмечу. Вот Тимфайт, да, это у ЕГЭ мне нравилось. Существует Веномансера. Потому что нюков очень много. Большинство из них по большой области. И противные, да. То есть, там, героями ЕГЭ хочется длинную продолжительную драку. Урсу разводить и там просто убивать, убивать, да, постепенно всех. Но с появлением Феникса, мне кажется, картина немножко изменилась. Потому что в момент, когда ставится Супернова, ИГЭ драться вообще не могут. Бьёт Супернова только Алхимика. Ну, если Алхимик бьёт Супернову, Тогда Урса подходит и бьёт Алхимика, да? Ну, звучит вроде нормально. Ну, кстати, касательно Алхимика Урса в этом патче, я тебе отвечу на вопрос. 3-3 у него. Шесть раз они встречались друг с другом. Да не может быть. Всего шесть раз? Да. За этот патч во всех регионах? 7-8, да, да. Всего шесть раз они встречались. Да. Почему это не кажется, что это мало? Урса просто мега популярна. Алхимика сейчас тоже на третью позицию, На первую позицию, на мид пикают постоянно. И указалось, что у них там матчапов 20, не меньше уже. Срава. Я в шоке увидеть такую ситуацию, кстати. Серьёзно. На деддоте я посмотрел. Может быть, у нас есть шарящие зрители статистики и могут табличку посмотреть повнимательнее. Но, по-моему, там 3-3. Вроде как я ошибку не допустил. Но если всё так, тогда мы выявим сейчас чемпиона. В best of seven, получается. Получается так, да. Так, ну что, поставил вард уже, квин, хорош. Там смог. ЕГ за ФБ идут. ЕГ, дружные пятёрки бегут за ФБ. ЕГ, ФБ, ФБ. ЕГ никого они тут не находят, но могут какой-то очень крутой вард поставить. Флай на пятёрке на веномансере. Знаешь, что это такое? Я ещё так подумал, нужна пятёрка, которая будет много стакать лес. Потому что вот те четыре героя, которые появились, ну, три героя плюс алхимик, особо никто не стакает, да. Ну, у него Air Spirit, там, Void Spirit, Timber, не стакают. Нужна была пятёрка, которая будет бегать и много стакать. Я ещё только подумал, котл. Думаю, ну ладно, против них, наверное, котл убрать такая себе идея. Вот они нашли веномансера. Сейчас Флай нам будет показывать. Я вообще довольно внимательно посмотрел с геймплеем веномансера, ну, на первые минуты. Ну, короче, периодически в течение 10 первых минут, да, посмотрел, что будет делать. Потому что ему на пятёрке надо, помимо того, что секьюрить линию для Ортизи, ещё потом как-то оттянуться и очень много на стакать всего. Как он это будет делать, это просто супер интересно. Веномансер вроде это можно сделать. Ты ставишь, где нужно, плэквард, плэквард даёт тебе вижн, ты с нужной позиции даёшь тычки, да, там, как-то аккуратненько всё это выпуливаешь. Есть шанс. Хорошо. Так, Минсесс находит Ортизи. Так, вообще, кто твой фаворит? Давай сразу определимся по драфту. Ты за ЕГ топишь, как обычно, да? Топлю за ЕГ, но драф небольшой к Винси Крюю нравится. Ух ты какой! Мне ведь тоже к Винси Крюю больше по драфту нравится. Я причём, ну, абсолютно никаких там сомнений не имею насчёт того, что Винн хорошо отыграет, как обычно. Но у меня есть сомнения, понятное дело, по Явару. Потому что герою, Явар любитель поиграть на очень пассивных кэрри, которые вообще не включаются. И он там выходит, побеждает спустя минут 40. Но вот Урса не про такое, наверное. Урса даже через БФ играя, всё равно рано или поздно должен будет с командой сражаться. И вот тут от действия Явара очень многое зависит. Вот конкретно в этой игре Эмберспирит не победит Солянова. Вообще никак. Каким бы крутым ни был Крин, невозможно. Он должен победить Явар именно. И от того, как он будет действовать, будет в итоге зависеть исход этого матча. Хотите вам крутую куда мчаться? Ну-ка. Там суперкрутую. В центре прямо сейчас играют топ-1 против топ-2 Америки. По рангу. Бомбер. Систин-си топ-1, да? Нет. Нет? Аббит. Квин топ-2. Карна – это даже своеобразная дуэль. Герои – это такие равные. Да. Всё от скила. Всё от скила. Причём, я так понимаю, что Аббит успел какой-то ПТС себе сделать именно... Ну, как бы перевести из ранга и Гвосточной Азии в Америке. То есть нам нужно какое-то количество игр, сколько я знаю, поиграть на своём аккаунте, чтобы тебя зачислило в лидерборд американский. Сколько я понял. И получается, что вот Аббит топ-1. Я просто помню, что Квин долгое время был топ-1. Ну, Аббит же был тем игроком, который, по-моему, 9к первым брал и 10к. Короче, две каких-то тысячи он брал первым. То ли 8, 9, что-то такое. Одну планку брал первым в Юго-Восточной Азии, а одну планку брал в мире первым. Вот как-то такое. Я не помню, какие именно цифры, что-то такое было. Довольно занимательно. Кстати, к слову, по-картизиевски ему сос подрезал. Хорошо, кстати. К слову, следующий по рейтингу идёт Артизи на пятом месте. Было бы странно, если бы не было в топ-5 нескольких представителей именно этих команд, двух лучших американских команд. Ну и заглядывая дальше, в топ-10 ещё есть один игрок. Погадаешь, кто из этих игроков? Ну, мне кажется, что Лелис. Почему нет? Почему нет? Крит, в центре. Ой-ой-ой. Закинули, а крипов нет. А, защитил грифом. Квин, Квин, его величество, Квин. Радость, она убить могут, Не, не убьют. Вот, конечно, блин, эти дотеры, да, вот на него напали. Ситуация критическая, на самом деле, из туманной войны, в тебя закатывается эрспирит, подпинает под вышкой. Первое, что Квин сделал, в ту же секунду нажал дверь. Пока убегал. Круто, круто. Айсайз на топе бьют. Под Маледиктом. Айсайз выигрывает время, чтобы Маледикт наконец спал. Его бьет Явар, находит, прыгает Клэп. Айсайз могут, могут, должны добить его сейчас, если Айсайз прыгает. И... Личка, прикинь. Явар быстрее, Явар быстрее, он на сапоге, но еще один, тем же Чейн, и уходит Айсайз. Ну, это один из главных его героев. Что-то есть сигнатурка. А очередной атаку переживет, да переживет, конечно, в этот раз Маледикта нет. С другой стороны, Айсайз не отдающий ФБ. Но еще не вечер, да, еще может быть, пока 0-0. Все еще может быть, пока, опять-таки, Сперк спокойно начал, при этом Айсайз фармит, ну, естественно, мало, ну, потому что, потому что Урса, да, пришел на линию, потому что РС Переда у тебя с нулевой нет, Крит там больше в центре, хочет поработать, поэтому Тимбер сам по себе. Ну, левел возьмет, типа живучий, сам ли против Урса, наверное, он не будет живучим никогда, там, пассивка третья, там, допустим, вторая, какая разница до Урса, он же все равно, как более-менее, бюрстовым уроном тебя пробивает, ну, потому что с обер-пауэр, пассивку стакает, это вот, можно считать урон бюрстовым. В центре опять, как же они хитят, смотри, и Квин в этот раз может погибнуть, с дачки убили. Работают по нему, дают Абиту возможность выиграть эту линию, конечно, тяжело здесь Квину, ему никто не помогает, там, своих двоих пытается все это дело вывозить, тяжело, естественно, и начнет, очевидно, получше немного Абит, за счет этого убийства, и левел будет выше, и денег заработает побольше. Сейчас будут Айсайсом, нет, не ставят за ним идти, ну, больше на одну баунти заберут, ребята, из Квин Цепрю, что уже хорошо при игре против Алхимика, и что там, О, чуть не пострадал на развороте, как ты, Маледикт, надо Айсайс улетать, и подвушку стрял, хотел добить фичдоктора, у него, кстати, маны больше нет, его Явард огонит сейчас, маны нет, тем причем не использовать, еще нужно пару ударов, нет, не умрет Айсайсайс, Маледикт, для Андрея, только первый, Квин, один в два разобрался, Квин, там Абид, конечно, ты видишь на его косяк, этого Абид, он ремнантом не помог, еще не вредил, хотя бы фраг делать, здесь добил, конечно, вечдоктора, но Квин молодец, вот очередная так, двое в него выходит, просто, и он с одним справляется, ВД получается, вообще попросту зря пришел, то есть фраг уже был сделан, ДОТП его, опять Критари, Титар, невидимый собрал, в чем дело этот Критар, просто поселился в центре, дай Квину, в ДОТП его играть, так или не веришь в силу Абидов, мужские разборки, так не работают, они должны выяснять отношения, один на один, что одному из них помогать, нечестно, согласен, дайте выяснить им наконец-то, кто круче, так как будто Крит, знаешь, не верит в силы Абидов, ну нужна тебе помощь, ты против Квинов силу, ну, соло не сможешь, сейчас еще и ТП сбивается, посмотри, ой, Критуля, еще и баунти не забрал Эмбер, а Крит не проверил, их игралка не зашел, с Квинта крестивышку идет, опа, очередной Ремнер мимо, Абид, его цепляют, каски, стан, и Абиды сейчас могут наказать, мальдик повешен, Абид без маны, Абид умрет, шикарная перетяжка теперь от саппортов, Квинсикрю, и они наказывают Абиды, ты знаешь, с учетом того, как Ремнер доставит Абид, есть подозрение, что он в соло бы не справился, ради Квинна, иногда, знаешь, ММР берут они количеством, думает сейчас, вот ты побольше, по-любому наиграл, поэтому ты там повыше, чем я, да, у тебя винрейт 51%, 50 и 1, ну ты просто играл миллион игр, поэтому у тебя больше ПТС, но это противостояние мне уже нравится гораздо больше, опять Квин, более напряженная, Квинт успокойся, хватит, и в этот раз Квинна привязывают, он под Сайленсом и уходит, уходит на Ремнант, какая душка, конечно, Эмбер Спирита, тычка Квинна долетает, боже, все-таки выжил, 4% здоровья, если Квин, на топе Тимбера били, Тимбер выживает, если Квин эту карту выкроет, конечно, он просто ответит за все, понимаешь, просто за все, он может затипать, и будет абсолютно прав, просто, ой, Сайс, как сильно пробили, в рейдж есть, и Крчейн уходит, там снизу, кстати, пока мы за мидом смотрим, периодически отвлекаясь на топ, там снизу два раза флая убили на виномансере, то есть артизи, конечно, не трогают, артизи с фармом все в порядке, но виномансеры все-таки, ну, по голове стучат, и если виномансер тут на линию не вернется, то туда уже будут стучать по голове артизи, и флайне может уторваться, знаешь, чтобы пойти на самые стаки, но сделать, пока я смотрю так, лёгкий. Снова въезжает в мид, снова минус ремнант, никуда. Возвращаясь к теме Квина, помнишь, как раньше, когда постоянно, ну, было много мажоров, майнеров, когда у нас был дикий вон тот сезон, где огромное количество турниров было, и постоянно Син Си там выступал на международных турнирах, так как проходил квалы, но он подвергался критике, довольно серьезной, над ним там шутили, что якобы вот, он довольно слабый мидер, мне кажется, он за эти пару лет очень сильно как игрок вырос, безумно сильно, сейчас он по праву может считаться, ну, одним из двух лучших мидеров региона, в двадцатом году так и вовсе лучшим, но вот наконец-то ему надо проверить свои силы против действительно сильных исполнителей, против того же ГПК, да, против ниши, посмотреть бы его, против китайских ребят, вообще, действительно ли квин такой хороший, как мы его тут нахваливаем, или все-таки неровнее он по-прежнему игрокам сильных регионов, так, МСС тут сбивает телепорт, МСС сейчас убьют, постараются фраг оставить Артизи, да, получается, ну, да, вторичка ситуация, Алхимик сместился в лес, там стаков не было, просто один нейтральный кэм пофармить, сразу под смоком Ник сюда выехал, смок спал, а он под бардом сам находился, защитный один такой бард у ИГ стоит, и просто стянулся и на мантер, и бойц сперед, и этого Никса смогли убить, конечно, какое-то время Артизи потратил на это убийство, не фармил, но помогли Артизи, Артизи тоже будут страховать, нижняя линия пустует, теперь Крид, Квин говорит, ну сюда иди, теперь у меня есть помощник, а так вот, а так вот, мы продалили серию убийств, ну, кстати, по поводу, да, Феникс, Ластпик, еще и баунтик пытаются хорошо забрать, эти две забрали, тут потенциально три, может быть, если не пойдет, файфай пойдет, смотреть будет, тут две балтируны, но там мечток, который еще за это может погибнуть, потому что далеко зашел, Табис добьет Аббит, это он меня отпустит, и Веномальсера докажут за баунтируны, да, есть уже Весл, там Весл, Транквил на одиннадцатую, Феникс, это Ластпик Феникс, у которого сейчас будет четвертое убийство, слушай, ну мне этот Феникс становится очень страшным, ну, для меня даже страшным, я не знаю, для команды ЕГЭ, но они к ним поближе находятся, я думаю, они еще больше его боятся, и наконец-то это такой Ластпик на третью позицию, для Квинси Крю, который действительно может на что-то повлиять, в отличие от того же Гримстроука, да, пару дней назад, что? Ты прикинь сейчас, что было, Квин пошел соло убивать Аббита, и снова у Аббита за спиной два героя, его даже пришел Алхимик страховать, помимо, естественно, Крита, но Крит там просто от обеда не уходит, понятное дело, и Квинс ушел из-за троих на Ремнанте и пытался от Магнетайса с нашим Ремнантом перебрасываться, но поймал Тик и погиб, Квинс, я думаю, там просто голос на голове рвет, типа, да сколько можно, отстаньте от Аббита, дайте в соло поиграть, какая жесть, как они хитят этого Эмбера, ну, карта безумно интересная, счет 5-6, меньше тысячи, преимущество Квинси Крю, игра равная, с Алхимиком отрыва никакого нет, Эмбер, конечно, проигрывает спирит, ну, по понятным причинам, но Алхимик не в отрыве от Феникса, даже, ну, Феникс опять, Феникс, может быть, ты, наверное, удивился, когда сказала, от Феникса, а не от Урсы, Феникс своими 4-0-0, конечно, супер начинает, и тут по большому это счет, кроме Алхимика, никто же не ломает Супернову, да, Алхимика надо просто остановить, немного попридержать, и Супернова взорвется, и тут все герои очень сильно пострадают, ну, и этот Весел против Алхимика супер нужен, против Кибера очень так же нужен, поэтому выбор артефакта очень простой, но в то же время шикарный, так, накрывается Абит, здорово, говорит ему, Вичдоктор, однако, в этот раз сбили, наконец-то, и снова Крит. Нет смысла, вы когда планируете атаку на Абита, просто считаете, что у Абита плюс 1, ну, знаешь, как постоянно, я с плюс 1, плюс 1 это Крит, всю игру, всю игру, малейшее прикосновение, дуновением, ветерок в сторону Абита, знаешь, вот так вот, просто подул, и все, Крит уже, я бегу, все в порядке, Абит не бойся, я тебя спасу, просто четверка, которая играет не с тройкой, а с двойкой, просто 4 плюс 2, а не 4 плюс 3, Айсайз в соло такой, смотри, Айсайз, какой быстрый закуп стоит, ты такое видел? Нет, он просто БКБ раш, о, как папич прошел, покер, мне кажется, Айсайз прошел дот, уже давно, давно, кошмар какой-то, ну, я могу понять, БКБ это, наверное, решение, в принципе, Весла, так понимаю, да, но надо, как бы, считаться с Фениксом, ну, невозможно, игнорировать Лелиса, просто невозможно, ну, Ахимик, понятно, тоже купит ТБФ, там, и одним из первых, дальше, слотов будет БКБ, потому что, если не купить, Санрей плюс Весл, они, ну, они покорят, сейчас будут, смотрите, сейчас Айзайза будут убивать, посмотрим, ну, вот, Санрей, и Супернова, Крапейс, хороший МСС, БМ, Лега килл, душит Феникс, интересно, что он дальше будет себе покупать, такой Феникс вполне может рассчитывать на какие-то, действительно, дорогие, хорошие шмотки, Урс, тем временем, купил себе БФ, и в этот момент он наступает всего четыре сотни, и даже если Алхимик начнет отрываться, это будет уже не в таком диком темпе, да, разница между ними будет не так быстро расти, как это обычно происходит, в игре Алхимика против любого другого персонажа, ну и все, даже если там будет между ними артефакт, это по-прежнему не страшно, пассивка в четыре у Артизи, вот сейчас начнется фармежка, вот на лесу стоит, с БФом, еще и тролли всякие, которые также сомонят юнитов, так, ну ладно, самое интересное еще впереди в этой игре, ждем, ну, наконец-то появляется там какое-то пространство, Артизи, ему, конечно, вообще в этой игре никто не стакал, я смотрю, он просто одинарный кэмп и бьет все время, у Флая не было возможности стакать, реально просто на виномансере, а с другой стороны, вопрос, да, задают на таким, а для чего тогда нужен был виномансер пятерка, одним из последних пик, неужели тогда... Просто контрим Урсу, да, это вроде как работало, но по-моему обычно Урсу ставили на позицию 3, да, конкретно против Урсы, я помню, считалось контрпиком, ну, знаешь, это как когда контрпик, когда вот Урс, помнишь, Клэп не был блинком, не перемещался, вот тогда, да, контрпик, а сейчас как-то, Эбисел, раньше Эбисел не давал возможности, тоже, мобильности, да, не давал, сейчас Эбисел мобильности, кусь Суаленс под боем открыто, просто моментально, минус-вич доктор, на спауне баунти, Эбер игнорирует следующий вруфер спирита, виномансер догоняет, виномазгель, ремонт направляет, куин, а есть, все, есть, ушел, да, а забрали в итоге баунти, лишнего, куин, секрю, а если ссс1 взял, нет, по две в итоге получилось, и потеря Вич доктора, центр выход, Саленс, а там бит уже готовый Саленс, но тут никс, неплохие карапейс, и куина бьют, куин под Саленсом, все еще куин продолжил, кусь Саленсу, скиватать, слега фист, на бремен, он поставлен, билис неплохо прокатился, все карус дайв, но не дожег, в итоге дожег только Эр Спирит, но Абит остался в живых, пять куина убили, там бесконечные просто эти Саленсы, и вот он первым слотом поставил себе молнии, хотя, конечно, в этой игре прям очень хочется получить ЕУ, да, первым слотом, чтобы просто не умирать, что Саленс уходит спирита, Саленс у Эр Спирита, два Саленса, и молниями-то эти Саленсы, конечно, не задольше. Ну да, как-то он не заботится своей безопасности, считает, что на скиллухе как-то будет там прыгать и позиционировать себя в тимфайте. Он как бы сказать, очень просто. Феникс в этой драке не поставил Супернова, там вроде четыре героя ЕГЭ находились, но посчитал, что, видимо, продолжения не будет, и у ЕГЭ много шансов уйти от Суперновы. Вот сейчас можно. Саленс, прыгает Квинн, Феникс Санрейв, кого непонятно, то Крита, Алхимика не трогает, зашел Абит, Крапейс получил, натягивается в сторону, колбочка летит, Десвард, под Маледикт. Я думаю, Вод Спирит поживет пока, хотя Вод Спирит хочет добить Семер Спирит Вод Спирита, гонят снова подкоп, шикарный подкоп от МСС, нагоняет Абита. И этот раз он устраивает должное, Сайс Сайс. Ё-ё-ёй, куда собрался. Быстрее БКБ фармяйся, Сайс Сайс. Без БКБ тут вообще не играли. На Тимбире. Прям забавно, что у него реально только Смиток осталось купить. Я не знаю, кстати, но БКБ он купит, окей, он будет живучий. А как же, ну а что, из дефолтного билда там? Ну, кстати, я не знаю, ну что он Худ просто не купил, да, из дефолтного билда получается. Все остальное, это, наверное, он купит. Бладстоун там в будущем может появиться после БКБ. Просто он Худ, получается, поменял на дорогостоящий БКБ. Худ, который не спасает там, да, толком от Весела, от Феникса, на БКБ, который спасает, но стоит подороже. Как бы это ни стало, все равно ошибкой. БКБ будет терять секунды, это раз. Урса точно так же будет пробивать этого тимбера, это два. И не факт, что этот тимбер под БКБ какой-то импакт успеет колоссальный внести в драке, ну, покрутится он там, да, какой-то урон нанесет, но пока это не выглядит очень страшно для команды Квинсикрю, как мне кажется. И Феникс, посмотри, как снова хладнокровно Лелис не нажимал Супернова, тоже не нашел лучшей позиции, посчитал, что и так им хватит ресурсов. А вот сейчас он 12-го левела, и с 12-м левелом он может поставить свой ультимейт в драке, и этот ультимейт будет очень сильным. Я снова смотрю на разницу между Алхимиком и Урсой, я ее не вижу. Артизия, где фармежка? А его, ну, ему периодически мешают, то есть приходит там какой-нибудь Никс, стягивает Алхимика, еще парочку героев к Алхимику, Алхимик отвлекается, не фарм стаков не было, да, в этой игре. Это очень важно подметить, что вот есть колоссальная разница когда под Алхимика стак, это когда под него не стак. Разница это прям в Натворсах она настолько видна. Вот малюсенький кэмп, да, из мелких крипов, но за стакой и этот Натворс за этот кэмп увеличивается там чуть ли не Х2, если не Х3, там с 4-й пассивкой. То есть это же нужно понимать. А стаков, я просто следил, ну, внимательно следил, стаков не было, просто не было. И поэтому, ну, Натворс просто обычный Алхимика. Обычный Натворс керри, которого пассивка есть на получение дополнительных денег, но при этом его отвлекают. Не убивают, но отвлекают. Часто отвлекают. Явар убил почти на 40 крипов больше, чем Артизи. Очень много, да, эти 40 крипов как раз Артизи, да, с его пассивкой. Вот вам и разница в 3-4 тысячи. Смотрели Тимбер, Тимбер успел на Тимбер Чене, Никс в последнюю секунду давал Карапейс, но уже поздно. Айсайз избегает атаки на себя сейчас и эта смерть была бы для него, конечно, просто губительный и его не хватает там, ну, буквально на финишный прямой к покупке Блокенбара, да, не хватает наследить 3 сотни голды. Если бы убили, его было бы совсем обидно. Смотри на Квина могут выйти, Абит готов нырять под Саленсом, Распери тоже ныряет, Саленс 1, Саленс 2, Икс, спасибо, Макидо, как? Под Клоп на Абиту, нормально, Феникс пролетит, а что теперь? Сколько он традиционирует и Абит стоять? Саленс ринг был. Че, у тебя там пацаны за спиной, а у меня тоже пацаны, смотри, 4. Тебе не кажется, что игроки уже эту игру проигрывают? Да, они вообще прекрасно. Они на таймере, во-первых, сидят, у них в лейте очень мало перспектив, и заходить на хайграунд к такому Фениксу, Кембер Спириту, это практически невозможно, и Алхимик ничего не сделает, даже на слотах этому Урсу, Урса очень быстро фармит, я вару, сумасшедший тен взял, вот, он пока не подключается, он действительно 20 минут, по большому счету занимался крипами, но это работает пока что, он пока что не уступает практически Алхимику, и он на слотах, он сумасшедший тоже к нам взял. Эй, Квин, опасно, это хайграунд смерти, Квин! Да погоди, только разве что с Эр Спирит, там по-другому никак, мне кажется, они его не пробьют, не пробьют, не пробьют, Квин! Уйдет. А Лелис, Супернова, ставит Супернову, сжигают все-таки Эр Спирит, да, так добивают, Квина, Синька, БКБшки, СПКБ расчехлил 1 в 2, здесь, ну, потеря Эр Спирита была, добили Флай, тем временем, Мамбит доедает МСС, в итоге 3 в 2, ну, так вся драка до консигрина, на самом деле, но все равно поднимается так вот безвижен на свой треугольник, да, там тебя ждали просто сучи людей под бардом, Эмбер погиб, честная смерть, Аурса просто еще не готов помогать, он у него ни блинка, не Эбисалу, да, то есть он не очень мобильный, он может просто там попытаться дойти до кого-то, но против него Эр Спирит, Тимбер и Боид Спирит, то есть попробуй догони, и Алхимику быстрее носится все-таки пока, короче, нужны еще слоты Явару, чтобы он смог помочь, видишь, когда один на год, да, да, Явар причем покупает себе блин, а не Эбисал, например, сразу, то есть он хочет начинать с блинка, и в случае, если кто-то там будет отступать, но потом клепать, ну, это дополнительная мобильность, это больше возможностей для нападения, Эбисал Блейд тоже must have артефакт здесь, но точно никак, наверняка будет покупать себе следующим слотом, что касается Алхимика, и у него, наверное, Эбисал рано или поздно будет, и вот себе Артизи собирается покупать блинк, 12-й, это без участия, но они оба не участвовали в тимфайтах, да, по большому счету, 1-0-0, 1-0-0, ой, 1-0-6 у Артизи, прошу прощения, 1-0-6, ну вот, даже Артизи почаще поучаствовал, а опыта с этого не вынес, может, стаки какие-то были в Квинсик Рим, шелка нет у нас, у этого виджета, да, студийного, который позволяет посмотреть их. Ну что, друзья, скоро Эпик Лига стартует, там будут вам все виджеты, и статистика, и выпадающие там окошечки с полезной инфой, скоро, скоро, скоро. Так, а у нас все время намечается следующее сражение, нашли вот этот вар на треугольнике, не с первого раза это сделал СВГ, но справился, захватывают просто тир-2 вышку снизу, играет от Аегиса Урсы, у него есть блинк, особо ничего не боится, единственное, что Квину, конечно, поаккуратнее надо играть, потому что он даже вот дальше, чем Урса находится, тизи врываться будет в Квина, у Квина нет своего, Квина сейчас убьют просто за контроль, минус Пирит, и я вару, ну что, остается только драться, да, один в четыре, он для кого-то осилит, разве что Абеда может успеть, Абед минус, Суперново поставить, нет, пока Феникс думает, Урсу уже без статов, без выживаемости, Эмбер байбек нажал, ух ты, где, конечно, будет Спирит, Эмбер пытается достать, достает Эр Спирита, на боку Байс, Айсайз, Квин сейчас дайберг не хочет организовать, Санрей, конечно, как играет Квина, вот я чувствую, у него такой, знаешь, тильтозлость, чувствуешь у меня тильтозлость, после миды этого отвратительного, да, где вот душили вдвоем всю игру, ну дальше врывается Явар, Аегис он теряет, Артизи некуда будет выпускать колбу, Артизи застрял, Явар пойдет за ним, не пойдет, не пойдет, там Чукрит поблизости, Аквин не знаю, Аквин умирать, судя по всему, будет, да, ой, Квин, ой, Квин, летает на ремнентах, но его здесь убивают, дайберг получился, просто Раскайтит, ну как же так, а, на ровном месте просто, Квинс и Крю сейчас ошибаются, очень грубо ошибаются, подходят в спину, неплохо, кстати, убивают, Виномансера, но под копом не попал, неплохой Карапей, Сурса, все еще жив, БКБ через 3, БКБ через 2, БКБ через 1, Раскайтит, Раскайтит, на врыв крита, просто БКБ, А, БКБ, БКБ, прикольно, добить его не получится, а тут ВД и Никс умерли, причем ВД погиб уже в центре, куда пришел Аббит и просто засолил, нет, это что-то какой-то супердайв, я вот играю, Тильта злость у Квина, он уже перестал давать себе отчет в своих возможностях, он действует не по, не по шмоткам своим, он даже не купил БКБ, то есть все вот эти вот его раши, да, под Таваром, идет без Аегиса, дальше, чем Мурса, со всеми воюет, умирает, байбекается, возвращается, просто минус экономика, не знаю, вот мы говорили о том, что Квинн это основа этой команды, в этой карте Квинн вообще не основа, на него положиться нельзя, я тут больше в какого-то Феникса верю, 705, даже в Ямара, ну да, 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 но не Квина, Квина явно не пошло с самого начала, когда его в миде там пытались уничтожать, и как будто отсутствие Еула очень сильно сказывается, артефакт ведь не очень дорогой, он мог себе его купить, да, конечно, он поменьше бы урона наносил, но сколько бы он жил, живи ты дольше на 20 там каких-то секунд, и ты такой же урон по итогу нанесешь, скорее всего, в тимфайте, ну, поставил на то, что купит БКБ, но из-за этого байбека БКБ откладывается, экономика пока худшая среди всех кор персонажей, ну и команда летит уже 5К, не критично по-прежнему, учитывая, что проигрывают они Алхимику, Алхимик в той драке-то выжил, что, Артизи побегал, кучу урона, ассисты, да, за все подряд там на получал, Аббет погиб, но как вернулся, без байбека, естественно, пошел фраг, сделал там, деньги отбил, баунти руны сейчас забирают, преимущество выросло на 2000, свои баунти не контролят, конструктор не успевает, на спаун чужих баунти, да и там вся команда, то есть опять придется очередной файт давать, хочет ли это делать Квин, видимо, уже нет, надо успокоиться, но действительно дождаться БКБ, вот БКБшки на ЕГЭ, как бы это не странно звучало, но БКБ на ассисты как и выручает здорово, но живо просто убить не могут, долго живет, сейчас хайграунда пытались ассисты взять, я всех живых, он еще рейндроп купил, нужен башару Урсе, его кайтят в драке, когда БКБ заканчивается, там вот как раз таки уже вступает в силу вот этот пеномансер, который там хоть лишний яд кинул и блинком уже не воспользуешься, а БКБшки нет, и тебя кайтят, в прошлую драку очень хорошо там бегали от Урса, разводили, крита, нападение 3, шансы вынесли, на спауне баунтиру, но баунтирую для своей команды он забрал, и смотри, он вроде умер, а экономика еще на 1000 поднялась, просто потому что был он просто там ЕГЭ на 25-ой сразу же взяли свои, и потом в Квинсе Крилл как-то растерялись свои подобрать раньше не успели, хотя драки никакой не было, но они там в смоках выбегали в сторону Рошана куда-то, 8000 за злыми гениями, резко все поменялось из-за вот этой драки снизу из-за байбека Эмбера. Сейчас МСС нашел, Артизи можно сбить ТП, сбивая телепорт, надо двигаться Урса здесь блин уже нажал, а сейчас просто нажимает ПКП, ну а сейчас очень классно сыграл, башер есть, он сейчас бьет еще, уважайся, я думал он специально разворачивается, что он умерет еще, не могут сбить блин, когда, и вроде МСС прикольно сыграл, сбил телепорт, что два героя было, а наказать не смогли, что-то вообще все, все пошло, вот так хорошо был, да, дальше вот тут Ворошана не забрали, а Егис был, Егатружно, типа и МСС, за это выход, типа, что синициировал, ТП-шку сбил, лови, сиди в таверне, и тут одна дурак, где ПТ-2 они подрались, и они прям очень усложнили себе игру, не знаю, наверное, очередной пиксилок, Квинси Крю будет, когда купит БКБ Эмбер, в конце концов, хотя его скоро уже будет, и когда БКБ станет 5 секунд на ЕГЭ, если чем еще связать, это нечем, контроль закончился, просто убивают ВД, подкоп хороший, но прожечь не смогли, Урса прыгает, Клэп, Диабисела нет, все это не бежит, БКБ есть в Эмбер Спирит, опять-таки под Весел, молкин, кто у них еще БКБ, если он его не нажимал, тяжеловато, сколько БКБ у Архимикам? 8 секунд, а у Айс Айс Айса, 7, а там еще Аббит БКБ, сейчас купил, А, Аббит БКБ даже не купил, я видел у него в быстром закупе, после Оргита было БКБ, Квин вынужден нажимать свой блокинг бар, в итоге БКБ уйдет в никуда, судя по всему, так как успели, как ЕГЭ отступить, это 10 секундная БКБ в никуда, просто ушло, сейчас еще Аббит опять ловит арену Квина, поднимает ЕУ, с продолжением, как детей разводят, сейчас Квинти Крю потеряны, просто потеряны, ЕГЭ с ними играются, какие-то полунападения, с разводом на БКБшке, на какие-то слоты, и Квинти Крю вынужден нажимать, важнейший БКБ, и драки все равно нет, ЕГЭ отступает, он снова возвращается, и запад на Рошана, для БКБ 30 секунд, Аббис Лаурси не успеет появиться, хотя мы сейчас, и ЕГЭ просто очень быстро убьют Рошана, и Квинти Крю либо его отдают, либо дерутся сейчас, без БКБ на Эмбере, даже не знаю, что лучше, Центрик не ставит, Лич-Доктор, почему-то на, просто на хай-граунде стоит Вард, который вообще не снимается, Пошел, пошел Ямар, просто соло пошел, и не убил, и не убил, БКБ не нажал, Феникс, 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 оооо, катастрофа полнейшая, но хотя они двоих убили, заставили выкупиться Абеда, это первая такая ошибка, явная от Лелиса, который очень хорошо там мог поставить Супернову, позиция шикарная для этого была, но его успели зафокусить за контроль, и за счет этого байбэка, ты знаешь, Квинти Крю отыгрывают часть золота, и, ну, по-прежнему могут рассчитывать на то, что на Рошане получится удачная драка, Феникс успеет появиться, у Эмбера БКБ откатывается, они Вард этот снимут или нет, куда Центрик, Вич-Доктор на, на речку поставил Центрик, ты Вард-то сбейте, они под этим Вардом просто уже минуты 3 гуляют, фул обзор у Эгг, фул информация есть, да как так-то? Эмбер, БКБ вынужден нажимать, и просто пошел в Рошпит, пошел в Рошпит, Квин, Квин забирает Аегис, да ладно, просто в лоб зашел, один в три, Урса пошел драться, он без Аегиса, и он под контролем, его сейчас просто убьют, Яввар, ну как так? БКБ не было, теперь остальных будут ломать, Урса пайбэк нажимает, Оу, Квин выбьет Аегис, Эмбер встает по слопу, передмедем. Пайбэк от Никса, и отойдут, отойдут ребята из Эггл Джиньоса, Сэмбер пытается достать кого-то, но тут уходит, а Сэйсайд хотел с БКБ, и не знаю как звали. А Яввар куда полез, он без БКБ полез в тот момент, или что? Да, без БКБ 15 секунд, КДБКБ был, Эмбер был, но он получил саленс, короче, все хп сняли, когда у него осталось 100 хп, он нажал Эмбер, но понятно, что это не фулл, да, знаешь, протекция от всего урона, и Алхимик просто убил скуки. Куча БКБ была использована, ну, драку, даже с учетом в рабство Аегиса, сложно сказать, что выиграли в Квинтикридах, БКБнулся Урс, да, это БКБался Эмбер, а Егис все равно был потерян, то есть тут драка далеко не выиграла. Даже несмотря на хайлайт от Куина. Просто сошел на ноге пешком, забрал Аегис, перекликал трех людей. С другой стороны, байбеков нет у Абеда и у Виномансера, пятерки и у второй позиции. Ну, тут ключевое, наверное, то, что байбек отсутствует у Абеда, ему надо поаккуратнее играть. Подорвал себе тоже экономику, но ему, да, гонимо, остается там всего ничего, 900, смог атака. Или Супернову, кстати, так и не ставил, по-моему. Да, да, он ее очень много солит и, знаешь, аптайм Супернову очень низкий получается на этой карте. Врываются хорошо, с лоу граунда поднимаются отвратительно просто сейчас игроки Квинси Крю. И Явар вставляется, огромное количество урона получает и пытается хотя бы кого-то пробить перед своей смертью. Ну, так нельзя подниматься снизу вверх, ну, нельзя. Что это такое? Ну, это просто смок, который они не прочитали на самом деле. Такая смок выходка, прям так и здорово поймали. На таком этапе рожь, наверное, нельзя так ошибаться, нельзя так рисковать. Ты всегда должен ожидать атаки. Я тебе больше скажу, тот вард, который стоит на хайграх, он до сих пор стоит. Мне он вообще не дает покой, ты его показываешь просто? Вот вард, видимо, да, вот этот, да? На подъеме. На подъеме стоит. Ну, как-то? Как он может стоять все время? Базовый вард. Вы на рошане деретесь, этот вард простоял, то есть команда Иго всегда знала, что есть у квинтикрю, как они стоят, когда они будут нападать. Всегда знала. Как так SVG прям промазал с интерьей, я не знаю. Ну, поймали круто, да, преимущество сразу растет, потому что драться в квинтикрю не будут. Там 110 секунд без урсы, плюс тайминг на Эбитсел снова сбивается. И уже заход на хайграунд даже 40 секунд, глифа нет. Нужно дать какой-то героический дифон. Вязали, каски летят, Артизия. Аккуратно добыть. У него есть БКБ, но какой-то чейнстан можно словить. Теперь БКБ нажать. Ну, нет урсы. А нет урсы, значит, нет демеджа, поэтому алхимику ультимейт пару секунд еще поработает. Может быть, даже успеют Бараки забрать в Алджиниусе. 20 секунд у них на это есть, и, наверное, линия все-таки упадет от квинтикрю. Защищать из последних сил наверное еще возможно. Этот милишный Барак, Абит подошел его бить. Ну, нет, вот он и Артизия, все, минус Барак. Добить, добить, Барак, да, добили. Эмбер, опасно. Каски летят хорошие, Эмбер не нажимает, Эмбер не нажимает, Эмбер нажимает БКБ. Каски продолжают лететь, есть Урса появился, гонит, гонит Эмбер спирит, находит алхимика, БКБ уже не знает, связывает, туда помощь. А там сейчас его тут принимают, помощь не успеет, подойти к квинт просто умрет. Жесть, где же помощь? Ну, они очень далеко, они не могут так быстро передвигаться, как он. Феникс уже кулдауны свои потратил, кроме ультимейта. Вот сейчас он ставит Супернову, наконец-то. И Айсайсайсайс. Там Урса, там сыр. Там просто сыр. Урса пойдет за Артизис сейчас. 3 в 5 будут драться здесь Квинсикрю. Все, вообще не по плану. Идет на ЕГЭ. На опыте, я так сказал. Кроме Абидов. Дайбэк. Зачем Эмбер спирит, дайбэк сегодня тратит. Пока. Ну, еще один такой небольшой шаржочек в сторону мейджора. Сделали ЕГЭ, друзья. Напоминаю, что это уже вторая карта переигровок. Первую ЕГЭ уже забрали, победив коллектив Ондайинг. Сейчас в шаге от того, чтобы пить Квинсикрю и просто просто с первого места сразу в плей-офф мейджора друзья отправится. Вот, докончить эту карту просто довести до ума, да. Осталось-то не так много, по идее. Квинсикрю много ошибаются. Очень много ошибок. Настолько возможностей для Evil Geniuses. Неужели ЕГЭ сейчас пойдет четверо? Правда, 4 на 4. Ноябер 10 секунд. Прыгает. Просто наглый опенфрак. На ВДФ. МСС мажет подкоп. Маркисик добивает год-лайк себе. Голл 23. Ну и Квинсикрю тут что делать не будут. Все под баунти руны, которые забирают ЕГЭ. Все 4. 3 баунти руны. Крепко. Тейтс 5. Че там алхемик дальше задумал? Эвесл? Ну, это хорошее решение. Опять же, дополнительный контроль Вэмбера в Урсу. Да даже Феникса. Феникса можно за контроль убить и не дать ему супернову поставить. А, поэтому он и собирается покупать себе эндиск на всякий случай, чтобы кнопку свою нажать. Преимущество растет. Если не так давно там разница была в основном вся в алхимике, то сейчас 6 тысячи без алхимика ЕГЭ везут. Там саппорты побогаче, коры тоже побогаче. Не лучшая игра, наверное, в исполнении обоих мидеров, да? Один только благодаря поддержке на центре стоял хорошо, второй. Потом как-то поплыл этот байбэк. Вообще ситуация вся снизу. В исполнении Квина так себе. Ну вот тут разница опять всплывает между первыми позициями, да? Ну, смотрим на Артизи 9-0-10. Безошибочное исполнение на алхимике. Керирует. Реально тащит свою команду. И Явар 5-2-4 на фрифарме, который 20 минут держался на равных с алхимиком. 20 минут не уступал ему вообще, но вот этот тимфайт на Рошане, где он зачем-то без БКБ так ворвался, очень неосторожно получился контроль и умер. Я буду дальше еще как-то вот мне не дает покоя слабая реализация такого сильного Феникса. Боже, он королем на карте был. Эта птица... Птица неубиваемая, птица убивающая была. Потому что этот парт, который опять... Абиды не убьют сейчас? Абиды не убьют сейчас? Нет, Абиды не убьют сразу. Точно, Абид ушел, Явар допрыгнул таки до Веномайнсера, его поднимает Юл, БКБ, Явар нажимает только сейчас. Просто катастрофа. Катастрофа. ВД есть байбэк, но не дожимает. Убраться без него. Усен Рейш на лоу-кп, ставится Супернова, под нее нужно отойти. Айс, айс, айс. БКБшки нет, застанился. Прыгает Алхимик дальше. На Урсу все, знает, что Урса ничего нет. Абид дальше с Квином разбирается, минус Урса. Эмбер нужно уходить. Юл и Феникс тоже пытаются тормозить. Квин уходит. Феникс уже без кнопок. Квейза Нова летит. Квин на Саленсах. Многочисленных. Феникс погибает. Байбэка нет, Урса байбэка нет. Квин погибает. Есть байбэк, но на байбэке только два героя. Закликали опять МСС. Ну просто начинается трак с того, что минус два саппорта, и я не знаю почему, но ВД даже байбэк отзанислить. С другой стороны, конечно, что он мог сделать телепорт и сеть. Вегена Мажоре. Подводим итог. С первого места. Проиграли в группе Квинс и Крю, но им такой подарок сделали Undying, устроив эти переигровки. И сейчас Evil Geniuses эти переигровки закончат свою пользу, выиграв обе команды и подтвердив статус лучшей команды Америки. В ближайшие секунды. Получается, что так. Ну, молодцы, Иго, конечно. Ну, надо было, да, взять две карты. Надо было хоть в разных соперниках его реально вберут. ГГ написано, да. Да, Evil Geniuses даже в первой уже стадии переигровок просто две карты подряд закрыли соперника. Поддел. Реально поддел. Это уже проблема Квинс и Крю. Что там кто не нажал, да, кто какие байбэки использовал. Как бы это все связано с тем, что в первую очередь делали ЕГ, да. То есть это реакция Квинс и Крю на действие ЕГ. Я могу сказать, что Криту за то, что он вогнал в тильт в этой игре Квина. Квин, кстати, отыграл 3-8-11. Вот Криту за эту игру просто лайк. Как они с Абидом вот вдвоем, да, и уничтожили мид, и видно, как Квин поплыл. Но в какой-то момент времени просто вот вся тяжесть, которую он перенес Ленинга, она отразилась на его игре. Мы говорим постоянно, что Квин тащит, Квин тащит. Квин там обычно стоит один на один хорошо, да, против соперника. Потом начинает всю карту разносить. У него бешеный кдаун, тащит свою команду вперед. Но вот дали ему проблему на старте, сыграли против Квина, и все. Ну, как говорят в спорте, персонально против него сыграли с первых минут. Вот все на него действительно. Они понимали, что первая позиция у Квинс и Крю откровенно не доигрывает. Это не тащит и Явар, но опять плохо. 20 минут чистейшего фарма, делай все, что хочешь. На карте ты играешь на сильнейшем кэрре, да, в этой игре. Но ты так бездарно иногда нажимаешь свои кнопки или либо наоборот их не нажимаешь, либо не дожидаешься своих кнопок, врываешься, что та драка на Рошане, что сейчас последний тимфайт очень плохо в исполнении Явара. Ну, не знаю. Если у Квина не идет, то остальные не могут его как-то заменить. В других командах, ну вот есть периодически матчи, когда либо первая, либо вторая позиции тащит. А иногда и третья может засолить. Ну, бывает так, что выходит супербогатая тройка и выносит всю карту. А здесь получилось так, что если не идет у Квина, то не идет у всей команды. И мы понимаем, насколько зависят Квинс и Крю от его хорошей игры. Если у него хорошо все, то и победы будут. Если у него будет плохо, то заменить его некому. Тиммейты не помогают. К сожалению, Явар в очередной раз его подтвердил. Скоро меня хейтером будут Явара называть. Но вы сами видите это, ребят. Я же не просто так это говорю. Все по игре. Я даже графики открыл. Тут тоже видно, что все было в руках команды Квинс и Крю. Даже вероятность победы Дота подсчитывала, говорила, что у них все хорошо. Ну, все, что остается Квинс и Крю сейчас, это, в общем-то, собраться с мыслями и дать бой команде Диандайнг прямо сейчас. К Диандайнге, вспоминаем, да, совсем недавно эти Квинс и Крю переигрывали. И прикинь, Квинс и Крю могут никуда не поедать. Начавшись с ноль в групповую стадию, можно остаться за бортом мейджора. Это фантастика какая-то. Ну, два слота всего лишь для Северной Америки. Тем интереснее будет последний матч за второй слот. ЕГЭ еще раз с победой и увидим их на мейджоре совсем скоро в стадии плей-офф. Топ-1 региона они себе официально вернули. Ну, а пока уйдем на перерыв. Будем ждать третий матч. Далеко не уходите.